Привет! В эфире программа Точка.ру. Программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе осенний поцелуй от самарских фотографов. Паровоз «Лебедянка» уже в городе. Вечную батарейку создают в Самарском университете. Самые популярные аккаунты животных. Девушки, завидуйте! 19 нарядов в минуту. Все это и многое другое прямо сейчас. Памятник паровозу «Лебедянка» недавно установили в Самаре. И он так жителям и горожанам, гостям города понравился, что количество фотографий с ним растет с каждым днем. Особенно красив паровоз в ночное время. Издалека похож на игрушечную модель в прозрачной коробочке. Такие продавались раньше в магазинах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересно было на минувшей неделе заглянуть в аккаунты наших горожан, неравнодушных к красоте окружающего мира. К примеру, Сергей Золотухин наблюдал за жизнью самарских белок через объектив фотокамеры. Белочки живут и в загородном парке, и в ботаническом саду, и на просеке. Поделитесь, ну как приманить белочку? Ни разу не удалось покормить пушистую бестию из руки. Еще серию фотографий из загородного парка представил на суд пользователей сообщества Самара ВКонтакте Владимир Жарков. Смотришь, и сразу чудесное осеннее настроение создается. Хочется очутиться именно в том солнечном лесу. Ну а фотографии Дениса Храмова и вовсе навеяли на пользователей мысль о том, что неплохо было бы сбежать с работы, присесть на пенек и мирно созерцать желтый лист осенней. Спасибо, дорогие фотографы, за нужное настроение. В Самарском университете создают аналог вечной батарейки. Ученые разработали технологию, которая позволяет создать батарейку со сроком службы более 100 лет. Над созданием источников питания, которые могли бы работать за счет энергии радиоизотопов, сейчас трудятся ученые по всему миру. Экспериментальные образцы ядерных батареек существуют и в России, и в Швейцарии, и в США. Преимущество разработок ученых именно Самарского университета заключается в том, что создаваемый на основе их технологий продукт будет отличаться экологичностью, дешевизной и длительным периодом эксплуатации. Областью применения вечных батареек в первую очередь являются технологии будущего, а также автомобилестроения, медицина и управление механизмами. Социальная сеть ВКонтакте 10 октября отметила свое десятилетие. За эти годы сервис из простого сайта для поиска одногруппников превратился в крупнейшую мультимедийную коммуникационную платформу, без которой уже не могут обойтись пользователи российского интернета. Дата появления соцсети совпадает с днем рождения создателя сайта Павла Дурова. По словам Павла, в 2006 году он создал первую версию проекта всего за месяц, и это научило его работать либо быстро и качественно, либо долго и плохо. Ну а уже в следующем году ВКонтакте запустит на Международную космическую станцию капсулу с умным ботом Спотти. Устройство станет связующим звеном между пользователями и экипажем МКС, будет передавать на Землю фотографии и видео происходящего на станции, а также сможет получать контент от пользователей. Наконец, снаряжен своеобразный Ноев Ковчег космической биологии. Он пролетит 700 тысяч километров и вернется на Землю. Люди всегда стремились к прогрессу, новаторству, творчеству. Сегодня вы не знаете границ и нарушаете правила. Вы следуете своему сердцу. Создаете новые смыслы, движения и свой взгляд на мир. Вы создатели. Где вы окажетесь завтра? Люди редко способны на такую преданность и любовь, на какую способны звери. Домашние питомцы для нас – полноправные члены семьи. И о той радости, что они нам дарят, порой хочется поделиться со всеми. На минувшей неделе отмечался Всемирный день животных. И я собрала самые популярные аккаунты, посвященные нашим пушистым и гладкошерстным друзьям. Енот по кличке Пампкин покорил не только сердце своей хозяйки и ее собак, но и почти миллион пользователей Инстаграм. У себя дома мужчина по имени Стив собрал разношерстное племя – собаки, птицы, кролик и даже свинья. Всех животных он взял из приютов и регулярно делится фотографиями из их быта. За жизнью большой семьи следят 600 тысяч человек. В Австралии открыли Центр спасения кенгуру. Животных здесь выхаживают еще малышами и растят свободными в ласке и заботе. На страницу подписаны 500 тысяч пользователей. Кошка Рокс родилась без передних лап, но благодаря своим хозяевам она живет полноценной жизнью. За ней наблюдают 450 тысяч подписчиков. Кошка практически все время проводит на задних лапах, за что получила прозвище кенгуру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извечные женские проблемы. Некуда положить и нечего надеть. Но теперь все наши страдания легко можно решить с помощью простого китайского фокусника. И при этом еще попасть в книгу рекордов Гиннесса. О чем это я? А о том, что я белой завистью завидую ассистентке этого самого фокусника. Приходишь такая на мероприятие, а там кто-то в похожем наряде спокойно переоделась. Тело лишнего опять переоделась в нечто посвободнее. Пошла танцевать, надела новое платье. Мечта. Ребята на видео сменили 19 различных костюмов за минуту. А предыдущий рекорд составлял 17 нарядов за аналогичное время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук и канал на ютьюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok